Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги. Хорошо известно, что нейроэндокринные опухоли – это достаточно редкая гетерогенная группа заболеваний, группа эпителиальных опухолей, характеризующихся, во-первых, эндокринной дифференцировкой и наличием ряда антигенов нервной ткани. Нейроэндокринные опухоли, как показано на слайде, следует подразделять, в первую очередь, на карценоидные опухоли, это опухоли, которые исходят из опутсистемы, феохромоцитома, парагонглиома, медулярный рак щитовидной железы. Очень важно отметить, что существует синдром первичной множественной неоплазии, о котором всегда следует помнить. Множественная эндокринная неоплазия – это группа наследственных синдромов, которые характеризуются высоким риском развития доброкачественных и злокачественных образований ряда эндокринных органов. Подразделяется синдром множественной эндокринной неоплазии на МЭН-1 или синдром Вермера, как я уже говорила, это наследственное заболевание по аутосомно-доминантному типу с мутацией гена МЭН-1, который находится в длинном плече хромосомы А11. И синдром МЭН-2 – это тоже наследственное аутосомное заболевание. Дефектный ген локализуется в 10-й хромосоме и отвечает за развитие синдрома МЭН-2А или МЭН-2Б. Клинические проявления синдрома МЭН-1 – это, в первую очередь, гиперпаратериоз. Поэтому, когда к нам в затопную лабораторию приходит пациент, страдающий гиперпаратериозом, мы всегда должны задуматься, а не синдром ли МЭН-1 или МЭН-2. Поэтому всегда следует пристально обращать внимание на другие лабораторные показатели у данного пациента. Это гиперпаратериоз, энтеропанкреатические опухоли, аденомы гипофиза, карциноидные опухоли и аденомы надпочечников. Также это могут быть подкожные лимпомы, ангиофибромы лица и коллагеномы. МЭН-2 отличаются два синдрома друг от друга наличием или отсутствием гиперпаратериоза, потому что для синдрома МЭН-2А и МЭН-2Б характерен медулярный рак щитовидной железы и фиохромцитома, о которых мы сегодня будем говорить в настоящем сообщении. Отличаются друг от друга МЭН-2А и МЭН-2Б наличием или отсутствием гиперпаратериоза. Кроме того, может быть морфаноподобная внешность у пациентов, страдающих синдромом МЭН-2Б, множественный невреномы слизистых оболочек и ганглионейроматоз желудочно-кишечного тракта. Диагностика нейроэндокринных опухолей – достаточно сложная и комплексная система, которая включает в себя методы анатомической визуализации КТ-МРТ и ультразвуковой исследователь. Это эндоскопическая визуализация, которая в себя включает и эндоузи, и эндовиопсию. Это, безусловно, генетический анализ, гистологическое исследование и, очень важно, иммуногистохимическое исследование, которое, собственно, и позволяет определить наличие маркеров нейроэндокринного ряда и маркеров антигенов, свойственных нервным клеткам. Ну и, конечно же, это молекулярная визуализация при помощи методов ядерной медицины. В кадемогомоноэндокринных опухолях очень важно определить их степень злокачественности, потому что от этого зависит выбор радиофармпрепарата. И чем больше степень анаплазии, тем больше методический индекс, тем выше индекс пролиферации КИА-67 и присутствует клеточный полиморфизм микроза. И опять же, в зависимости от степени злокачественности опухоли мы выбираем радиофармпрепарат. Хорошо известно, что для опухолей ГРЭЙД-1 и ГРЭЙД-2 чувствительность ПЭТ с тортозоксиглюкозой крайне низка, всего 50%. Это как методом выбора является ПЭТ с другими радиофармацевтическими препаратами, когда информативность, чувствительность близится к 100%. Синтезированы различные группы радиофармацевтических препаратов, которые направлены на выявление нейроэндокринных опухолей. И, конечно, в первую очередь следует говорить о меченых легандах к рецепторам клеток. Ну и, конечно же, в России уже доступны леганды к соматостатиновым рецепторам. Это ГАЛИ ДОТА-НОК, ГАЛИ ДОТА-ТЕЙТ, Инди-111-х ТРИАСКАН, которые широко используются уже в клинической практике. Это уже не теоретические аспекты. И, безусловно, им, конечно, стоит отдавать приоритет. Тем не менее, не стоит забывать и о синтетических аналогах органических веществ, которые участвуют в реакциях обмена веществ. И, как мы знаем, карциноидные опухоли, да многие нейроэндокринные опухоли, характеризуются синтезом биологически активных веществ. И синтетические аналоги вот этих органических веществ, которые участвуют в синтезе, могут быть маркерами опухолей нейроэндокринного ряда. И к таким относятся гидроксифенилаланин, дофа – молекула этого вещества, на основе которой синтезировано несколько радиофармацевтических препаратов, в частности, фтор-Л-дегидроксифенилаланин, фтор-дофа, где одна группа OH заменена атомом фтор-18. Дегидроксифенилаланин – это синтетический аналог, предшественник норадреналина. Радиофармпрепарат захватывается транспортной системой, это переносчик элиаминокислот ЛАТ-1. Затем в клетке происходит декарбоксилирование фтор-дофа с превращением в фтор-допмин. В свою очередь фтор-допмин под действием ВИМАТ-транспортера накапливается в визикулах клетки и при необходимости выделяется в пресинаптическую щель. Но, учитывая, что фтор-дофа является мечным аналогом, в общем, этот радиофармпрепарат так и задерживается в этих визикулах и позволяет нам визуализировать опухоли нейроэндокринного ряда. Основными показаниями фтор-дофа является, в первую очередь, медулярный рак щитовидной железы. Поиск рецидивной опухоли чувствительности существенно выше, чем фтор-дофа оксиглюкозы. Кроме того, это диагностика феохромоцитома параганглиома, высокая чувствительность по сравнению с ФДГ, высоко дифференцированные карциноид тонкой кишки, но это очень спорный момент, и, конечно же, врожденный гиперинсулинизм и инсулинома. Диагностика инсулинома качественная возможна лишь при использовании примедикации препаратом карбидопа, который не зарегистрирован в Российской Федерации. Карбидопа препятствует физиологическому накоплению фтор-дофа в ткани поджелудочной железы, и если это примедикацию не выполнить, то поиск опухоли очень затруднена за счет того, что фтор-дофа накапливается просто в нормальных клетках поджелудочной железы. Поэтому об инсулиноме сегодня сообщение я не упомяну. Ну, а в первую очередь хотелось бы поговорить о медулярном раке щитовидной железы. Это нейроэндокринная опухоль, которая развивается из парафолликулярных клеток щитовидной железы. Это очень редкое злокачественное опухоль щитовидной железы, всего 5-8%. В 75-80% случаев это спорадическая форма заболевания. Однако у четвертибальных может быть частью синдрома МЕН-1, извините, синдрома МЕН-2, то есть мутация в гене РЭД. Основным способом лечения медулярного рака является хирургическое удаление. Рецидивы в метастазов имеются в виду метастазов локорегионарных. Однако очень высока частота рецидивов, более 50%. Самым чувствительным способом выявления прогрессии опухоли после хирургического лечения является анализ крови на маркер кальцитонина. Однако надо понимать, а где непосредственно находится опухолевый очаг. Для того, чтобы, опять же, предпринять правильную тактику лечения, это будет медикаментозное лечение или хирургическое удаление очага. Ну и, конечно же, пациенты с уровнем кальцитонина более 150 пикограмм на миллилитр должны быть обследованы методами функциональной визуализации. Почему? Потому что если уровень кальцитонина меньше 150 пикограмм на миллилитр, считается, что это локальный процесс на шее. Если же более 100, то процесс распространенный. Хотелось бы поделиться собственными данными, они не очень богаты. Тем не менее, мы обследовали 14 пациентов, и у двоих выполнили исследование после удаления рецидивной опухоли, когда первый раз мы также выявили эту рецидивную опухоль. В основном преобладали женщины. Средняя медиана кальцитонина составляла более 2000, медиана раково-эмбрионального антигена – 27 нанограмм на миллилитр. В основном были пациенты, у которых процесс был местно распространенным до выполнения хирургического лечения. Выполняли мы ПЭТ-КТ с ДОФа на ПЭТ-КТ-сканере Discovery 710GI, и у некоторых пациентов выполняли исследование через 30 и через 60 минут после инъекции ДОФа. Обнаружили, что через 30 минут определяется очаги патологического гиперфиксации, выявляется более отчетливо, нежели чем на сканах через 60 минут. Поэтому, конечно, предпочтение следует отдавать ранним сканам после инъекции радиофармпрепарата. У один из пациентов мы получили ПЭТ-позитивные результаты, и у троих пациентов результаты были негативными. В основном были поражены лимфатические узлы, у двоих пациентов – кости, и у одного пациента были отмечены метастазы в костях и в печени, у одного пациента – в печени, в лимфатических узлах. Была выявлена корреляция между значениями кальцитонина, раково-эмбрионального антигена и количеством патологических очагов. Корреляция была прямая. Также была прямая корреляция между метаболической активностью опухолевых очагов и значениями кальцитонина. Ряду пациентов мы выполнили ПЭТ-КТ с тортозоксиглюкозой. Четырем пациентам до выполнения ДОФа была выполнена ПЭТ-КТ с тортозоксиглюкозой в других организациях. И уже после выполнения ПЭТ-КТ в нашей организации было выполнено ПЭТ-КТ у троих пациентов с тортозоксиглюкозой. Конечно же, мы выявили у ряда пациентов преимущества перед тортозоксиглюкозой в выявлении метастатических очагов. Множественные метастатические очаги в печени хорошо визуализируются как на КТ, так и при исследовании с тортозоксиглюкозой, а патологических очагов накоплений в паранхемии печени обнаружено не было. Однако были пациенты, у которых мы отмечали так называемый флипплов-феномен, а именно однозначную картину при КТ с контрастным усилением, наличие метаболической активности в проекции очага при ПЭТ-с тортозоксиглюкозой и отсутствие гиперфиксации в тортозоксиглюкозой в проекции патологического очага на КТ. Это говорит о том, что в опухоли произошла детеферницировка, и в тортозоксиглюкозой уже не информативно. Опухолевые клетки потеряли способность к синтезу биологически активного вещества, а именно катехоламинов, поэтому и отмечается снижение накопления радиофарм-препарата дофа и отсутствие, вернее, и наличие гиперфиксации при ПЭТ-с фдг. Другой технический пример, когда опухоль накапливает, метастазы опухоли накапливают в тортозоксиглюкозой, тем не менее один метастаз теряет дифференцировку и накапливает в тортозоксиглюкозой. Это говорит о том, что опухолевая ткань она гетерогена, поэтому могут быть клетки, которые уже потеряли дифференцировку и которые еще сохраняют дифференцировку медулярного рака щитовидной железы. Хотелось бы отметить, что вот такая картина уже несколько меняет тактику лечения и прогноз заболевания. Хотелось бы показать еще один пример визуализации рецидивного узла. Это лимфатический узел паратрахеальный, который прекрасно виден через 30 минут, вообще не виден через 60 минут после исследования. Опять же хочу подчеркнуть, что мы отдаем предпочтение ранним сканам. И после операции узел отсутствует, то есть было эффективное удаление рецидивной опухоли и, соответственно, нормализация уровня кальцитонина после хирургического лечения. Следующая опухоль – это феохромоцитома параганглиома, опухоль из параганглиев. Параганглии являются частью вегетативной нервной системы, располагаются достаточно широко от черепа до мучевого пузыря. Чем отличается феохромоцитома от параганглиом? Параганглии могут состоять из хромофинных клеток и нехромофинных клеток. Феохромоцитомы состоят из хромофинных клеток, поэтому могут быть как надпочечниковые, так и вне надпочечниковой локализации. Параганглиомы из нехромофинных клеток и всегда располагаются вне надпочечников. Идентифицированы к настоящему времени около шести мутаций генов, которые выславливают наследственные кофламинопродуцирующие феохромоцитомы. Во-первых, конечно же, это ген РЭД, который отвечает за развитие синдромов МН2А и МН2Б. Это ген ВХЛ, наблюдается при гемангиобластомах и почноклеточном раке в рамках болезни фонгипеллендау. Это может быть нейрофиброматоз первого типа, мутация гена NF1 болезни Клингауза, но очень редко всего в одном проценте случаев наблюдается феохромопараганглиома. Ну и, конечно же, следует отметить мутацию гена SDH. Очень важно знать о том, что возможна такая мутация, потому что именно феохромоцитомы параганглиомы, которые обусловлены мутацией данного гена, текут наиболее агрессивно. Каковы же клинико-лабораторные признаки феохромоцитомы параганглиома? Ну, в первую очередь, это артериальная гипертензия, причем артериальная гипертензия очень высокая. Цифры давления иногда достигают 250-260 на 150-160 мм штутного столба. Это может быть головная боль, тахикардия и все остальные симптомы, которые обусловлены высоким выбросом катехоламинов. Поэтому, кому в первую очередь придет пациент? В первую очередь пациент придет к кардиологу. И как только кардиолог видит высокие цифры артериального давления, он думает либо… Он всегда думает о симптоматической артериальной гипертензии, в первую очередь о базарональной гипертензии и о феохромоцитоме. И, безусловно, врач-кардиолог всегда назначит анализ крови на метанефрины, на катехоламины, анализ мочи на метанефрины и отправит на астентиграфию либо с мета-йодбензилгуанидином, либо с тор-дофа. И вот хотелось бы показать вам два клинических примера. Пациент, страдающий высокой артериальной гипертензией, тахистолической формы мерцательной аритмии, сданы анализы на уровень кортизола, АКТГ, альдостерон и ренина, которые оказались в пределах нормы. Поэтому думать о том, что, может быть, поражение коркового вещества надпочечника не приходится. Однако уровень метанефринов в моче был в норме, и пограничное значение норм метанефринов в суточной моче, что заставило доктора отправить пациента на исследование с дигидроксифенилаланином с дофа. До этого пациенту была выполнена компьютерная томография с контрастным усилением. Учитывая цифры плотности образования до и на фоне контрастного усиления, конечно, не складывалось впечатление о феохромоцитоме, образование имеет ровный контур, не имеет включений и невысокие значения цифр Хаунсфилда при контрастном усилении. Также отсутствует гиперфиксация радиофармпрепарата при исследовании с дофа. В принципе, это не продуцирующая аденома левого надпочечника, которая никоим образом не оказывает влияния на цифры артериального давления у пациента просто артериальной гипертензии. Следующий клинический пример – это молодая женщина с эпизодом повышения артериального давления, который сопровождается учащенным сердцебиением, потливостью и одышкой. При УЗИ брюшной полости и при МРТ выявлено образование левого надпочечника достаточно крупных размеров, повышен уровень метанефринов, уровень хромогранина, маркерной эндокринной опухоли. Однако у пациентки имеется еще сопутствующая кардиальная патология, врожденный порог сердца, у нее единственный желудочек, поэтому высокий риск хирургического вмешательства заставил врачей не выполнять в экстренном порядке удаление феохромоцитома. Она жила с этой феохромоцитомой 4 года и пришла к нам на исследование с гидроксифенилаланином. При исследовании с гидроксифенилаланином мы видим множественные метастатические очаги в костях и в печени. А вот и сама феохромоцитома левого надпочечника, огромное образование, неоднородная структура, высоко накапливающая фтордофа. При исследовании с тортозоксиглюкозы картина намного более благоприятная. Имеется небольшой участок гиперфиксации радиофармпрепарата в феохромоцитоме. Обратите внимание, низкий уровень накопления дофа и высокий уровень фтортозоксиглюкозы в одном и том же участке опухоли. И один метастаз, который мы нашли при исследовании с фтортозоксиглюкозой. Пациентка выписана на лечение в онкологическом стационаре. И в принципе в данном случае наиболее благоприятным, наиболее адекватным способом лечения была бы радионуклидная терапия. Если говорить о карциноидах, то и диагностика первичного опухолевого чага, и стадирование, и рестадирование, выбор лечения, модификация лечения всегда основываются не на результатах ПЭТ с фтордофа, а на результатах ПЭТ с легандомиксоматистатиновым рецептором. Я хочу сказать, что по собственному опыту я очень разочарована возможностями гидроксифенилаланина в выявлении карциноидных опухолей кишки. Лишь в одном случае нам удалось выявить такую опухоль. Но у пациента был очень высокий уровень серотонина в плазме крови. Это действительно был опухоль, был действительно продуцирующий, функционирующий карциноид. По анализу литературных данных, действительно, леганды к саматистатиновым рецепторам превосходят допу в выявлении первичной опухоли, также ее метастазов. А я остановлюсь на клиническом примере пациента с карциноидом тонкой кишки. Исследование с фтордофа показало совершенно невысокую метаболическую активность в опухолевой ткани. Тем не менее, захват дофа был достаточно активен, достаточно высок. Кроме того, мы выявили метастазы при помощи ПЭТ с фтордофа данного карциноида. Что от родного ввели очень маленький метастаз, который относился к паразофагиальной группе. Вот этот маленький метастаз, который не визуализировался ни при ПЭТ с фтордофа с оксиглюкозой, не имел никаких признаков метастаза при исследовании КТС-контрастным усилением. Таким образом, хотелось бы отметить, что ПЭТ с фтордофа информативно в выявлении рецидивной опухоли медулярного рака щитовидной железы, а также в выявлении метастазов феохромоцитома и дифференциальной диагностики образований надпочечников. Но не имеет никаких преимуществ перед меченными легандами к самоцитатиновым рецепторам в выявлении карциноидных опухолей. Благодарю вас за внимание. Спасибо огромное, Дарья Викторовна. К сожалению, у нас не остается времени на вопросы. Продолжение следует...